Привет, ребят! Меня зовут Лена, я графический дизайнер, живу в Черногории, городке Херцегнове. И сегодня я хочу с вами поговорить о типах графического дизайна. И, соответственно, о типах графических дизайнеров. Всего этих типов 8. Каждый из них предполагает определенный набор навыков и умений. И если вам интересно, к какому типу графического дизайнера относитесь вы, или если вы только собираетесь стать графическим дизайнером и не знаете, в какую стезю себя направить, то продолжайте смотреть мое видео и погнали! Вообще существуют разные мнения о том, какое количество типов графического дизайна существует, но больше всего мне понравилось разделение от компании 99design.com. Это австралийская компания, фриланс биржа, которая, в принципе, она вот именно базируется, ее основа состоит именно в проектах для графических дизайнеров. Поэтому ее вот разделение на 8 типов графического дизайна мне показалось самым таким актуальным и самым интересным. Итак, давайте сейчас все вам разложу по полочкам. Я вам обязательно покажу кучу-кучу примеров. Если вы начинающий графический дизайнер, эти 8 типов вам помогут понять, в какую сторону вы хотите направить свои усилия и каким графическим дизайнером вы хотите стать. Итак, начинаем изучать 8 типов графического дизайна. Первый тип – это визуальная индивидуальность графического дизайна. Давайте разбираться. Чаще всего этот тип относится к брендам. Давайте сначала объясню, что такое бренд. Бренд – это отношение между бизнесом и его аудиторией. Идентичность бренда – это то, как бренд передает свою индивидуальность, тон и сущность. Дизайнеры, которые работают с этим типом графического дизайна, концентрируют свое внимание на фирменном стиле. То есть на логотипе, на цветовых палитрах компании, на типографике компании. В дополнение к визитным карточкам и корпоративным бланкам дизайнеры разрабатывают очень часто руководство по стилю компании, которое описывает лучшее практическое применение элементов стиля компании, которые они создали. То есть как лучше поставить логотип, где на бланке лучше расположить тот или иной элемент, как в имейле красивее будет смотреться тот же логотип или визитную карточку, которую вы отправите в электронном виде. Ну вот все вот эти вот красивости, которые вы создадите, будет отображено в руководстве по стилю бренда, потому что, как вы понимаете, не каждый начальник и не каждый бренд – графический дизайнер, не каждый может сразу красиво понять, как что расположить, какая цветовая гамма нужна там или здесь. И это руководство очень поможет руководителю, начальнику, боссу компании, чтобы разобраться с фирменным стилем своей компании. И еще эти рекомендации помогут согласовывать стиль бренда на различных площадках, таких как журналы, билборды, веб-сайты, социальные сети. В общем, в этом типе графического дизайна вы создаете именно фирменный стиль компании. Этот тип графического дизайна – один из самых сложных, потому что вы должны обладать общими знаниями о всех типах графического дизайна, так как вы должны будете внедрять ваш продукт, который вы создали в многие визуальные среды. Также нужны отличные коммуникативные навыки, чтобы исследовать конкурентов бренда, на который вы работаете. Итак, теперь давайте посмотрим на несколько примеров. Ребят, эти примеры я взяла с сайта pinterest.com. Здесь мы видим три примера фирменного стиля для какой-либо серьезной компании, возможно, государственной или какого-то банка, или какого-нибудь юридического агентства. На следующих картинках мы с вами увидим такие более расслабленные стили. Это может быть какой-то салон красоты, какая-нибудь пекарня, или какой-нибудь веселый салон для детей. В общем, вы видите, что фирменные стили могут быть абсолютно разные, и именно это вы будете делать в первом типе графического дизайна, о котором я вам только что рассказала. Второй тип — это маркетинговый или рекламный графический дизайн. Когда большинство людей думает о графическом дизайне, они думают именно о маркетинге или о рекламе. Успешность компании очень часто зависит от маркетинга. А как вы знаете, люди очень любят визуализацию, очень любят привлекательные какие-то иллюстрации, красивые упаковки, вкусных печеньев или что-то типа того. И тут все зависит от того, насколько графический дизайнер постарался сделать упаковку вкусной. И чем эффектнее получится упаковка, тем эффектнее будет продаваться ваша услуга или товар. Например, вот если вы знаете, что когда, например, бабушка приходит в магазин, очень часто я слышу, если коробка конфет очень вкусно оформлена, очень красиво, очень ярко, бабушки очень часто говорят, что да, это хорошие конфеты. И вот это тоже вот такой пример хорошего маркетинга, потому что очень часто, если вы знаете, бывает, что красивая упаковка, но внутри конфеты выглядят не очень и даже не очень вкусные, но тут главное продать эти конфеты. И вот именно вот это получается маркетинговый или рекламный графический дизайн тут действует на все 100. В этом типе графического дизайна дизайнеры могут специализироваться, допустим, на обертке автомобиля, ну, вы знаете, вот эта вот реклама на авто, на автобусах, на троллейбусах, или, допустим, реклама в журналах. Также вы можете специализироваться на создании именно цифровой рекламы, потому что, как вы знаете, реклама сейчас в социальных сетях и вообще в интернете – это тоже суперпопулярный вид рекламы. Примерами маркетингового графического дизайна являются открытки, флайеры, макеты имейлов, меню в ресторанов, различные брошюры, инфографика, реклама в социальных сетях. Третий тип графического дизайна – это пользовательский интерфейс или UI графический дизайн. Пользовательский интерфейс или User Interface, UI – это способ взаимодействия между пользователем и приложением. Дизайн пользовательского интерфейса – это процесс проектирования интерфейсов, облегчающих их использование. Пользовательский интерфейс включает в себя все, с чем взаимодействует пользователь. Это экран, клавиатура, мышь. Но в контексте графического дизайна дизайн пользовательского интерфейса фокусируется на визуальном восприятии пользователя. То есть на иконках, на кнопках, на микровзаимодействиях. Работа дизайнера пользовательского интерфейса сконцентрирована в том, чтобы сбалансировать эстетическую привлекательность с технической функциональностью. Дизайнеры пользовательского интерфейса сконцентрированы на мобильных приложениях, веб-приложениях, на играх. UI-дизайнеры тесно сотрудничают с UX-дизайнеры, то есть дизайнеры User Experience, в переводе как «пользовательский опыт», чтобы все технические части были хорошо взаимодействовали с эстетическими частями, которые создает именно графический дизайнер User Interface, User-пользователь, то есть именно наш тип графического дизайна. И еще, конечно, графические дизайнеры UI часто и плотно сотрудничают с теми же UI-разработчиками, которые пишут уже код для того, чтобы все ваши иконки, которые вы, и меню, которое вы нарисуете, чтобы все работало. Примерами UI и графического дизайна являются дизайн веб-приложении, дизайн-эб-приложений, дизайн интерфейса игр. Дизайнеры UI должны быть командными игроками, то есть их незнания графического дизайна должны быть подкреплены знаниями UI и UX-разработки. Помимо графических приложений вам необходимо будет знания еще языков программирования, таких как HTML, CSS и JavaScript. Четвертый тип графического дизайна – это публицистический графический дизайн. Публикация – это длинная текстовая форма, которая общается с аудиторией посредством публичного ее распространения. Традиционно это книги, журналы, газеты, но в последние годы очень сильно распространены и цифровые публикации. Графические дизайнеры, которые работают с этим типом графического дизайна, очень часто сотрудничают с редакторами газет, журналов, с какими-то редакторами информационных в интернет-сфере, чтобы эффективно создать макет той или иной публикации и эффективно использовать типографику, фотографию и какие-то либо иллюстрации. Примеры такого типа графического дизайна – это журналы, книги, газеты и не только в живом виде, который вы можете потрогать, и также в электронном виде. Пятый тип графического дизайна – это графический дизайн упаковок. Большинство продуктов требуется та или иная упаковка для защиты, хранения, распространения и дальнейшей уже продажи этого продукта. На дизайн упаковки также может общаться с потребителем, что делает его чрезвычайно ценным маркетинговым ходом. Каждая коробка, бутылка, упаковка, канистра – это все шанс познакомить потребителя с брендом и, соответственно, продать этот продукт. Дизайнеры упаковки создают концепции, подготавливают макеты и, естественно, подготавливают уже файлы для того, чтобы печатать их на продукте. Здесь требуются знания не только, опять же, программ графического дизайна, но и глубокие знания в процессе печати и промышленного производства. Дизайнеры упаковки могут быть мастерами на все руки или специализироваться на какой-то определенной отрасли упаковки. Например, этикетки – бутылку для вина, этикетки для различных напитков, этикетки для детского питания или этикетки для игрушек. Шестой тип графического дизайна – это motion-графический дизайн или графический дизайн движения. Это может включать анимацию, типографику, изображение, различные видео и другие эффекты, которые используются онлайн или на телевидении. Популярность медиа в последние годы увеличилась, поскольку технологии улучшились и контент, видеоконтент стал королем. Графический дизайн движения – это немного новая специализация, потому что именно движение в веб-приложениях появилось достаточно не так уж давно, каких-то там может быть 5-6 лет, поэтому это такая новая специализация, но очень трендовая и очень современная. Примерами здесь являются начальные и конечные составки видео, анимированные логотипы, презентации, видеоуроки или туториалы, которые сейчас в очень большом количестве представлены на ютубе. Это всё тоже можно относить к графическому дизайну движения. Итак, ребят, если уж мы заговорили про ютуб-уроки, я хочу напомнить, что у меня есть второй канал с уроками в программе Adobe Illustrator. Они для начинающих достаточно всемедленно показывают, а не сразу предупреждают на английском языке, но в основном вся часть урока идёт под музыку, и весь интерфейс на английском иллюстраторе точно такой же, как и на русском иллюстраторе. Так что я думаю, вам всё будет понятно. Почему на английском языке? Потому что профессия графического дизайнера очень плотно связана с английским языком, и если вы хотите получать более интересные и дорогостоящие заказы, или работать в более классной и крутой компании, то вам необходимо знать английский язык, и, соответственно, этот мой канал будет, может, для вас каким-то тоже пинком, для того, чтобы начать изучать английский язык. Всё, ребят, давайте продолжать наше видео. Если вам интересно, на мой канал будет ссылка под видео, и будет здесь. Всё, продолжаем. Дизайнер Motion Graphic начинает сначала свою работу с раскадровок, а затем с помощью различных приложений они уже оживляют своих героев. Здесь уже пригодится знание не только программы Adobe Illustrator, но и таких программ, как Adobe After Effects и Adobe Animate. Ещё, конечно, существует куча других программ, которые делают анимацию, которые вы также можете погуглить и изучить, и найти в интернете. Итак, ребят, седьмой тип графического дизайна – это дизайн окружающей среды. Графический дизайн окружающей среды соединяет место с людьми, чтобы улучшить их общее впечатление и делать окружающее их пространство более запоминающимся. Например, музейные выставки, пространство магазинов, интерьер офисов, пространство каких-либо конференций и, допустим, транспортная навигация, например, карта московского метро. Есть такое понятие, как wayfinding, то есть нахождение пути – это особый вид графического дизайна окружающей среды, который состоит из стратегических вывесок, ориентиров, визуальных подсказок, которые помогают определить людям, где они находятся в данный момент и куда им нужно идти, чтобы добраться до того или определенного места без путаницы. Окружающий графический дизайн – это междисциплинная практика, которая объединяет в себе такие типы дизайна, как ландшафтный, интерьерный, архитектурный и промышленный. Из-за этого часто графические дизайнеры, которые работают в этом типе графического дизайна, имеют опыт работы или образования не только в графическом дизайне, но еще и в архитектуре. Восьмой тип графического дизайна – это искусство и иллюстрация в графическом дизайне. Графика и иллюстрация очень часто воспринимаются как графический дизайн, однако они очень разные. Графические дизайнеры создают концепции для общения и решения каких-либо проблем, а художники, графики и иллюстраторы создают уже произведения искусства. Их искусство принимает разные формы от изобразительного искусства до иллюстрации к детским рассказам. Хотя графическое искусство и иллюстрация не являются прямо так типом графического дизайна, создано очень много коммерческих проектов, где графическое искусство и графический дизайн просто невозможно близко переплетены друг с другом, и создано столько много примеров и всевозможных продуктов вместе друг с другом, что отделить графический дизайн и иллюстрацию и графику друг от друга уже практически невозможно. Примеры здесь будут дизайн футболки, текстуры на обоях или на вашем постельном белье, комиксы, обложки книг, инфографика. Все это примеры графики и иллюстрации в графическом дизайне. Часто здесь графический дизайнер имеет опыт в архитектуре, в искусстве, в рисовании. Очень часто графический дизайнер и график дизайнер и иллюстратор это один человек, который имеет навыки и того и другого. Ребят, это были 8 типов графического дизайна. По моему мнению, графический дизайн это очень такая гибкая профессия, так что вы можете находить себя буквально в каждом из типов графического дизайна. Единственный тип графического дизайна, наверное, который я не попробовала, это моушен графика. Я ни разу не оживляла свои иллюстрации, но возможно я потом в будущем это тоже попробую. Ну не знаю, может быть. Хочу сказать, что это такое условное, конечно, разделение. Чем глубже вы будете погружаться в мир графического дизайна, тем больше вы будете понимать, что все эти сферы, естественно, перекликаются и связаны между собой. Вы все время будете то в одном типе, то в другом, то в третьем, потому что графический дизайн это все-таки творческая профессия, а творчество не любит никакие рамки. Поэтому, ребят, если вам понравилось мое видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, еще очень много будем говорить про графический дизайн. Если вы хотите, можете меня что-то спросить или оставить какой-то комментарий, или просто написать мне привет, мне будет очень приятно. Все, ребят, увидимся в следующих видео. Пока-пока. Целую. Пока.